Слушайте, ну пока я даже не предчувствую ничего пиздецового, потому что реально здесь не так много игроков сейчас ездят, и я прям... Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по криминалочке. Играем, как всегда, на gtrp.ru, сервер номер 03. Друзья, посмотрите сейчас просто на время, да? 7.57 утра. Посмотрите сейчас на эту картину. Ну вот у меня сейчас почему-то первое, что мне пришло в голову, как будто я, знаете, проснулся, блядь, почистил зубы, отложил Навального и, блядь, сел в десяточку, поехал на работу. Тем более, смотрите, у меня реально есть чемодан. То есть я такой, типа, офисный, очень похож на офисного работника, бля, вот... Если, друзья, вы не знали, все офисные работники выглядят примерно так. Это маленький такой спойлерок вам. Вот то самое ощущение, когда 71 человек в онлайне, и ты вот думаешь, стоять на светофоре здесь или нет, и потихонечку забиваешь хер, потихонечку едешь, все равно... Там, на самом деле, зеленый пиксель можно было увидеть, то есть зеленый уже загорелся, вот я прям, бля, вот... Друзья, с шутки-шутками я... Я думал, я здесь один, блядь, на весь город живу, честно говоря. Я даже не ожидал такого сейчас увидеть. Зеленый, отлично. Шутки-шутками, но сегодня у нас действительно деловая серия, потому что... Слушайте внимательно, друзья, запоминайте, что сегодня произойдет. Во-первых, сегодня мы протюнем наш чирик до конца, наконец-таки, да? То есть, напомню, что в прошлой серии мы купили, ну, прям-таки, знаете, сказать, что эти номера блатные, это ничего не сказать совершенно, потому что, ну, как бы, минимум блата, просто минимум блата на этих номерах. Ну, да ладно. Мы сейчас с вами должны сегодня до конца протюнить чирик, то есть у нас он будет готов, наконец-таки, к долгожданной гонке. Хотя, ну, те, кто видели, если кто... Блядь, блядь, пристегнуться надо срочно после такого. Те, кто видел серию у Кристи, которая была примерно неделю назад, примерно уже представляют исход этого всего, но все равно, все равно. Значит, мы протюнем до конца. У нас сейчас, я напоминаю, стоит все, кроме выпускного коллектора. То есть, я думаю, что он еще добавит максималочку километра на 3-4. То есть, у нас будет сейчас 158-159, мне кажется, километров в час максималка. В принципе, это нечеток для чирика. Плюс ко всему, мы сейчас будем сегодня делать внешку. Наконец-таки преобразуем наш чирик уже, чтобы он все в стоке. Он уже далеко не стоковый, он не должен выглядеть как стоковый, поэтому мы придадим максимальный колхозный стиль. Дальше, значит, после этого всего, мы сделаем РП-ситуацию, как будто мы едем на работу в Южный, через Дорогу Смерти, потому что время подходящее реально к этому. Ну и работаем мы в банке, с чемоданом же хули. Поэтому мне, на самом деле, надо просто посмотреть, насколько у меня дом оплачен. Потому что, вот, спасибо, друзья, что теперь меня напоминаете, потому что я долбоеб еще тот, поэтому я могу не то что забыть, я просто... У меня, знаете, какая-то вот потеря в пространстве, вот такая вот, вот какие-то... Ёбаный в рот. Вот это ППСы совсем зажрались, смотрите. С автоматами в 8 утра катаются. Бедных студентов, школьников пугают, которые на учебу торопятся. Ну это вообще, это, я считаю, я бы жалобу написал. Ну, светофор не работает. Кстати, хотя мне писали, что он работает, смотрите. Показываю для тех, кто считает, что он работает. В эту сторону красный. Блять, где он? В эту сторону красный. Еще раз. Красный. Зеленый. Действительно его починили? Ну ладно. Ну-ка, подождите, здесь зеленый. Здесь красный. А, его починили, ребят. Наконец-то это случилось. Тогда извиняюсь, прошу прощения. Так что теперь здесь надо соблюдать правила. Просто он действительно не работал. Я в какой-то серии это разбирал. Это было, правда, ну месяц назад точно. Так, значит, сейчас мы доедем тогда до тюнинга, раз нам по пути. Как раз в новом виде мы уже поедем в южный. Потому что тачка просто сейчас должна преобразоваться на глазах. Так, пожалуйста, зеленый. Фух, я начал на всякий случай заранее просто тормозить. Фига себе, фиолетовый бандит на фиолетовом байке. Что может быть более прекрасное и лампово, чем смотреть на няшного маленького розового бандита. Фига себе, сказано. Так, тихо-тихо-тихо, распидорасило немножко. 155 километров в час, на самом деле, на десяточке. Вот, знаете, не странно, обычно, как в реальной жизни. Едешь на Солярисе 140 уже страшно. Едешь, блядь, на Порше 911. Жизненные сейчас вещи, да, рассказываю. Ну, ладно. Но все равно, едешь на Порше 300, это не страшно. Ну, грубо говоря. Вот только наоборот. Здесь почему-то на Чирике я реально не боюсь ехать 150. На БМВ страшнее в игре в этой, я не знаю. Да, в этой игре я сейчас бы криминалочку называть этой игрой. Неуважительно, конечно. Неуважительно я отнес сейчас. Так что, друзья, не надо так, как я. Я так. Нам нужно, смотрите, красиво войти. Я же все-таки этот, летчик из... Вот это я понимаю, друзья. Помните эти самые видосы, когда вот сейчас, по-моему, это, Вольво, по-моему, да, изобретает фуру, которая, типа, тормозит пиздец сама. Там будет радиоактивная, с вылетающими ракетами. Ебашить будет в соседних фур, и конкурентов не будет. Но, если честно, я имею в виду ту фуру, которая сама резко тормозит. Там автопилот, вот эта вся хуйня. Вот сейчас чувак такое ощущение, что был на ней, потому что он каким-то образом избежал ДТП. Хотя он фигарил по встречке, я залетел тоже как бешеный, но все это обошлось. И так, депсы выехали на утренние. Поехали за пончиками с утра, походу. Интересно. Ну, а мы едем к тюнингу. Точнее, мы уже почти приехали. Сейчас, друзья, смотрите, будем реально максимальный стиль делать. Нам уже, ну, как бы, серебристая десятка. Она уже далеко внутри не серебристая десятка. Она уже, блядь, черная, нахуй. Так. Во-первых, выпускной коллектор. Если сейчас сюда заедут менты, на приоре. Блядь, они мимо приехали. О, автобусник, смотрите, едет, тюнется. Кстати, ну, а почему бы нет? Так, пожалуйста, вот без этих движений, как бы. Я просто надеюсь, что он сейчас просто сядет. Ну, я не против, конечно. Так, друзья, мы протюнились. Булкакун. Здоровки. Здоровки. Так, карпас. 157, я думаю. 158. 158 километров в час. Это наша максималочка, друзья. Пробег у нас 209 километров на Чирике. Снимаешь, да. В принципе, можно ТО-шку сделать, на самом деле. Сейчас в Южный доехать как раз таки. Ну, и теперь давайте. Можно сейчас сесть? Да, давай. Да, прыгай. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. О, а, нахуй, правильно. Подумай, сейчас надо везти дедушек, блядь, в этих. Хотел сказать, почему-то в изолятор. Дедушек на дачу, школьников, в школу, студентов, в университет, старушек на грядке, офисных работников на работу и, конечно же, меня нахуй. Ну, ладно, чувак решил, выбрал другой путь и решил все-таки покататься со мной. Может быть, это даже правильно, 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 хотел продолжить. Ладно, все мне плохо, короче. Все, поехали. Покраска авто. Значит, первый цвет. Друзья, я, слушайте, я хочу максимально, знаете, у нас должна машина, но это, блядь, такси вариант какой-то, согласитесь, блядь, такое ощущение, что находит. Таксую, подрабатываю, на самом деле я гонщик, поэтому, слушайте, красный неплохо, а ну-ка, если красный с белой полоской, ну, прям, знаете, ну, прям, прям стритстракерство так и прет, на самом деле, честно вам скажу, то есть, блядь, сказать, что здесь. Хорошо, что эта полоска красится, она действительно добавляет стиля, слушайте, посмотрите на это просто, это замечательно, это просто превосходно. Розовый, не, ну, это, блядь, уже совсем трэш какой-то. Это такое ощущение, что, я не знаю, кисточкой подмазали. Слушайте, а если основной цвет сделать? Мята. Охуенно. А снизу беленьким. Ух, как. Захотелось на выставку поехать и получить первое место под лобоебизмом. Да. Друзья, вы посмотрите, какая мятная машинка. Просто не захотелось его сожрать, блядь, просто. И теперь диски, друзья. Самое главное, это выбрать хорошие диски. Так. 15 тысяч рублей вообще не проблема. Офроу, господи, мама миа. Да нет, 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 азот мне не нужен. Shadow. Ну, блядь. Слушайте, они у нас, получается, будут белыми, потому что мы не из машины покрасили и не из машины красятся вместе с дисками. Ну, в принципе, тогда нужно учитывать этот факт, потому что я не хочу перекрашивать и твист. Слушайте, ну прям в СМПО, блядь. Слик, слик. Вот это тазовские колеса, слик. Что-то подобное есть. Так. Силк или слик? Силк, хуилк. Бля, вот это на самом деле такие, знаете, конкретные колеса. Прям вот, прям серьезные. Вот это какой-то, вот это реально на выставку мне можно ехать. Смотрите, еще осталось только гидравлику поставить и из гоночной тачки сделать какую-то стильную. Но на самом деле я, конечно, не хочу этого делать. Слушайте, ну диски это проблемно. Диски это проблемно, потому что действительно я даже не знаю. Мне понравилось, наверное, Shadow, но такое себе, не прям пиздец. Мне понравился импорт. Импорт, Shadow и... И... Какие там еще? И каттер. Каттер стильный, другие гоночные. Ну смотрите, давайте если выбирать между Shadow. Они какие-то маленькие обычно. А если импорт? Да, импорт. Теперь на стиле. Теперь на стиле. Друзья, мятный чирик. Давайте у нас был просто чирик, теперь мятный чирик. Нифига себе у них такой, смотрите. Они такие серьезные колеса-то, блядь. Ёбана насос, ребят. Ну прям захотелось, прям... Четко, четко и четко, чувак написал. Ну нормально. Пацаны оценили, это самое главное. Главное, чтобы я был номер один на районе, и все пацаны уважали меня за мой раскрас. Ребят, ну теперь как бы, ну, блядь, надо просто беречься. Потому что такого цвета, мне кажется, десяточек еще нет. В таком боевом раскрасе, на таких спортивных колесах. Там, судя по всему, какая-то тоя три восьмерки стоит для лучшего зацепа. И поэтому, друзья, ну все, пиздец. Я накажу, блин, какая Волга Кристи? Вот объясните мне. Рядом даже не стоит. Кому нравится стиль моей малышки, сколько теперь едет? Сейчас, блядь, что-то ее носить стало, на самом деле. Но это самовнушение, это самовнушение, друзья. Так, все. Значит, офисный работник на мятном чирике едет на работу в банк. Охуительно звучит, мне прям вообще нравится. Прямо теперь главное, чтобы это все закончилось, реально. Бля, ну, слушайте. В целом... Блядь, что же ее так торкает? Еще на номерах-то на таких-то. Вообще грех лайк, друзья, не поставить за такую четкую машину. Это же пиздец. Это просто уже, ну просто, блядь, знаете, наказатель. Панишер, пранишер. Просто панишер, блядь. То самое ощущение, когда забыл, как правильно сказать. Вот понимаете, что я сейчас был просто в мире... Я всегда знал, что боженька меня спасет в случае чего. И сейчас, друзья, я мог уебаться и срубить березу, но... Меня и моих пацанов спасла какая-то просто... Просто... Просто сила доброты. Видите, я аж слезу чуть не уронил. Я реально, я не знаю, каким образом я проскочил между деревьев. 158 вообще заебись идет. Просто заебись, друзья. Шестнарь просто делает свои вещи. И маленький нагнетатель. Такой малюсенький, как мой скукоженный писюн. Ладно, не будем о грустном. Давайте доедем до банка. Слушайте, вот это кайф. Вот это кайф. Просто легко добраться по дороге смерти. 73 человека в онлайн, 8 утра. Так что, друзья, если вам нужно куда-то доехать, просто едьте в 8 утра. Логично. Иначе в другое время будет полный пиздец. Вы знаете, что здесь происходит обычно. И как бы, ну... Ой-ой-ой, мопедисты. Мопедисты. Это всегда опасно. Ну-ка, вот смотрите. Вот по моим подсчетам, по моим подсчетам, у меня мой дом еще должен оплачен быть где-то на... Как минимум, я считаю, 15 дней. И максимум где-то 21. То есть 15-21 день у меня оплачен. Это вот я как сейчас считаю. Специально я не проверял. Мы сейчас с вами посмотрим. Вот насколько мое чутье меня могло бы обмануть, возможно. А возможно нет. Вот сейчас вот посмотрим. Бля, вообще вид имеет, ребят. Ну просто, ну блядь. Ну это, это ж... Ну это, блядь, космос. Это, эта машина, это неземная хуйня. Просто неземная какая-то хуйня. Желтый. Не смотрю на светофор. Знаете, вот реально, можете сами себя успокаивать. Когда вы думаете, что возможно не пролетаете, просто не смотрите на светофор. И как бы, ну все дела как бы... В сторонку сразу. Так. Значит, я сказал 15-21. Сейчас посмотрим. Ну-ка, судьба как со мной обошлась. Налоги. Дома. 15 дней. Просто батя, на самом деле, калькулятор. Ну, в смысле, не у меня батя калькулятор, а в смысле, какую-то хуйню сказал. Ладно, батя калькулятор. Бля, это, походу, новый мем, нахуй. Ладно. Так, 15 дней. На всякий случай, конечно, надо бы... По... 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 Надо... Было бы. Ростелеком, иди нахуй! 4.18 4.19 4.20 Не, ну, как бы сказать, что она здесь самая стильная. Ну, как бы... Ай-8, на самом деле, я считаю, что скоро пойдет нахуй из моего гаража, потому что это совсем бесполезная машина, оказалось, которая стоит ебических денег. Да, можно понтоваться, выезжать на ней и говорить, что ебать, моя машина самая быстрая, она еще у нас на хуевых номерах. Но М5, как бы, я ее, скорее всего, постараюсь никуда не девать. Это я сейчас просто маленькую информацию даю про свои тачки. Потому что это у нас тачка, которой мы просто, ну, блядь, всю душу уложили, реально. Хоть она и посасывает до какого-то момента, но потом она ебенет просто жуть как. Ну, а чирик не знаю пока, чирик еще только-только, поэтому... Бля, мне пацанов жалко, вот, которые со мной до банка доехали, катались, как бы, мирно общались, как бы, ну, нормально общались, реально. О! Ебать, я под, я под дорожку, под дорожку угадал, по цвету, вы смотрите, она такого же цвета, как моя дорожка. Ну, в смысле, не только моя дорожка, общая дорожка, ну, в смысле, сейчас бы про дорожки поговорить. Да, Санек, блядь, наркоман конченый. Так, ладно, красный, слушайте, ну, пожалуйста, админы, проигнорируйте, потому что здесь никого просто не надо пропускать, как бы, ну, вот, зеленый, замечательно. Ну, как бы, машину нет, ну, кому уступать? Я, как бы, неспроста сейчас, друзья, начал, начал, начал серию именно отсюда, как бы, вы могли подумать, Санек, ты не охуел ли часом? Мы же только что доехали до банка, и, как бы, ты мог бы обрезать и не снимать, как ты едешь до банка. Но, как-то раз, или даже два, или даже три, а может быть, даже четыре, бля, буду даже пять, ну, может быть, даже вполне вероятно, что шесть. Я ехал точно так же, думал, что, вот, ну, 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 казалось бы, да, только что ехали по этому маршруту, зачем еще раз это все показывать? Но, блядь, если я выключаю запись, происходит такая хуйня, которую, если я расскажу, вы просто от меня отпишитесь, поставите дизлайк и скажете, пиздобол конченый. Ну, я же должен пруфами все закреплять, поэтому я сейчас уверен, что какая-нибудь инопланетная тарелка высадится, оттуда выйдет админ, скажет, Булкин сосет большой писос, и меня удалет аккаунт. И просто, ну, как бы, мало ли что может быть, поэтому я же должен всегда быть на чеку и ездить с видеорегистратором, правильно? Я считаю, что это верно, блядь, можно микрофон как бы, я не люблю, когда мне в рот что-то лезет, вот он частенько, знаете, как шалит у меня. Так, ладно, нет, конечно, сейчас время такое, знаете ли, не самое, хотел сказать, детское, не самое взрослое, не самое простое, потому что сейчас у нас не так много игроков на сервере, но, тем не менее, мы сейчас вот как раз-таки переработаем тот самый план, мы выехали из дома, 8.13, нам к 8.30 на работу, и мы едем в этот ебучий банк, сука, мне не хватило какой-то секунды оплатить эти 15 ебаных дней, сейчас я вынужден ехать опять туда, вы понимаете, да, это, это, возможно, неспроста. Моя судьба, это как будто сейчас песня начиналась, вы заметили, я как-то интонации немножко не той сыграл, моя судьба со мной распоряжается порой очень даже злобной шуткой, и вот если что-то происходит, значит оно так и суждено, и вот посмотрим, вот что же мне было суждено в итоге, вот именно в это время, именно в этом месте, меня просто-напросто кикнуло, и, значит, возможно, сейчас произойдет какой-то пиздец, я на всякий случай уберу все лишнее, чтобы полностью... То самое мощное, то самое ощущение, когда мощность перебарщивает, и капот слетает на ходу, то есть вы понимаете, да, насколько у нас раздутая, раздутый чилик, что просто, ну, как бы, нахуй нужен капот в натуре. Так, аккуратно проходим. Вот это я понимаю, хотя, ну, хоть и через встречку, но в целом неплохо. Слушайте, ну, пока я даже не предчувствую ничего пиздецового, потому что, реально, здесь не так много игроков сейчас ездят, и я прям... Только не гидроудар, блядь. Так. Значит, хорошая новость. Судьба решила, что сегодня мне не нужно топить чилик, это уже хорошо. Вторая новость. Я в душе не ебу, как отсюда выехать, и чтобы это было наверняка, потому что, если я сейчас возьму недостаточную скорость, вильну направо... А как бы, вот, ребят, это то самое ощущение, когда сверхразумный мем напрашивается, потому что езда по полям, это езда по полям, а езда по пляжу это никто не отменял, простите, Потому что, ну, как бы, я не могу по-другому никак поступить. Я могу сейчас, конечно, вильнуть вправо рулем, но, знаете, во-первых, мне заебись и тут, как бы, я вообще не понимаю, что сейчас происходит, как бы, к такому жизни меня, честно, не готовило. Еще мне понравилась сальтуха вокруг березоньки, это было прям вот на 5 баллов. Чирик, ты красавчик. Но мне нужно где-то за... Нет, это опасно, это очень опасно. Друзья, пока что я вынужден, походу, ехать... Блядь. О! Давай, давай, давай. Блядь, это уже поля пошли. Ну, сука, ну только... Ну, блядь, ну я вынужденно, вынужденно это творю, я не хотел этого делать. Блядь, ладно, знаете, чтобы максимально себя, это самое, оправдать, в случае чего, я сейчас поеду по краешку. Будем считать, что я ездил на пикничок, выехал где-то там, о, а вот и дорога. Замечательно. Слушайте, я просто, я не знаю, каким образом я сейчас спасся, вы видели этот пиздец. Как бы, Чирик молодец. Вот, все-таки антиварийная хуйня, анти... антиварийная... антиаварийная хуйня работает. То есть, нет подушек безопасности, но есть инстинкт самосохранения, это самое главное. То есть, машина может сама себя, в случае чего, сохранить. Но вертушка была зачетная. Прямо вокруг березоньки, как стриптизер, блядь. Навернул круголя, скатился вниз. Хорошо, что только в игре скатился. А может нет, не знаю. Ну так вот, и как бы, после этого вполне себе вернулся, и вот, ебашу. И знаете, меня сейчас успокаивает то, что рядом нету вод... Ух, ебаная... Я сейчас... Ребят! Это жесткая подстава! Как бы... Тебя не смутило? Тебя не смутило, что ты убил своего друга? А он все, что может, это вот это, вот только делать. Да садись, без проблем. Ну, как бы, знаете, это был... Это все норм. Да. Как бы, можешь пересмотреть этот момент, он просто, знаете... Ооо, я не подстрекательный, я бы за такое, ну, как бы, ну, блядь, прям, так скажем, ну... Не знаете, что интересно? Я вот сейчас вангую, что была такая ситуация. Чуваки ехали куда-то на такси, двое из них согласилось ко мне прыгнуть, а бомжик вообще не в курсе, что происходит, и как бы, немножко охуел от ситуэйшн. Как бы, пацан просто, походу, ехал куда-то. Вооо, спасибки, бабки покапали. Бля, бомжа жалко, честно. Потому что он куда-то ехал. О, пепсы те самые, которые беспределят. Вот, друзья, мир КРМП, он полон чудес и пиздеца. Так вот, друзья, на Хюндай чувак спокойно ехал, потом как сдетнул ручника и дал дерево. Причем стороной своего друга. Кто-то откинулся просто на месте, как бы, это нормально. Вообще, поебать, а почему бы и нет, да? Ох ты, блядь, вот это я заправочку проехал сейчас. Че-че-че передать? Передай привет Тимохе Филатову. Тимох Филатов, привет тебе, спасибо за бабки. Сейчас главное не разъебаться и доехать до банка. Если я разъебусь, то тогда придется действовать как-то уже более критично. Ой, ошикнул. Блядь, у меня на самом деле тут стоит антипохмелин. Ща вискаря себе налил, блядь, и поеду бухать. В смысле пить, в смысле ехать. Друзья, я надеюсь, блядь, надо штрафы оплатить будет в следующий раз, не забудьте. Иначе меня лишат прав, а если меня лишат прав, это то же самое для меня, что лишиться детственности. Лучше лишиться детственности, чем прав. Нет, лучше прав. Нет, лучше детственности. А лучше ничего не лишаться. Ух ты, ебана, насос. Я чуть не погиб, друзья, только что на красный свет. Так, попытка очередная заплатить. Друзья, я начинаю с вами прощаться, потому что, в принципе, с сегодняшнего, знаете, вот реально, если серии по другим играм еще возможно делать больше, там, 15-20 минут по КРМП, просто происходит разрыв мозга. Я боюсь, что если я сделаю когда-нибудь 40-минутную серию, в нее войдет столько всего, сколько не входило вообще, вот как бы ни в одну серию, если взять там вместе, я не знаю, штук 5. Потому что, ну вот сейчас, ну понимаете, да, как бы, вот я не знаю, сколько сейчас минут прошло. Минут 20, 15. Ай, блядь, произошел полный пиздец. Так, 15 дней. Слава тебе, господи, оплатился. Пиздец, 54 тысячи стоят, охуеть. Норму нашли, что я хотелось сделать. А, пацаны, видимо, случайно увидели. Тимоха, смотрите, он мне хату оплатил, считайте, он мне уже тысяч 50 реально скинул. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Надо сейчас срочно будет... А, на ТОшку можно заехать. Давайте на ТОшку еще заедем, чтобы это... Чтобы тачка была готова. Возможно, как раз в следующей серии мы уже устроим гоночку, друзья. Лайк-то уже ждет, потому что я надеюсь, какими-то способами, всеми возможными, разорвать Волгу, Криси. Блядь, красный, ну пожалуйста. Вот эта ладошка. Вот эта ладошка. Вы видели эту ладошку? Вот эту красную, которая там на светофоре. Вот она, вот она, блядь. Я сейчас ее покажу прям вам в экран. Хе-хе-хе. А-а-а, какая ладошка, блядь, инопланетная хуйня. Я думаю, там зеленый загорелся. О-о-о, пасипки, пасипки, пасипки. Ребятки мне прям накинули баблишко. Это прям, знаете, практически весь тюнинг Чирика купил. Слава богу, он не такой дорогой. Фух. Чего уж мочиться. Так. Пацаны, надо обслужиться. Выйдите, выйдите на секунду. Плиз. О-о-о, по косарю полетело. Смотрите, низкий таз радует ананас. Арку трет, как бы, не, нормально. Замена всех запчастей. 25-200. Все, друзья, отлично. Ух ты, ебать, мороженщик приехал. Давайте, пацаны, прыгайте. Поехали кататься. Сейчас я не знаю, чем это закончится. Наши покатушки дороги смерти, но... Бля, Ваня Петрушкин не успел. Ебать мороженое. Бля, может у него мороженое купить? Почем, почем мор... Моржо. Беру. 300 рублей, это заебись. Taste of Moscow. Что, бля? Давай, мороженку. О, реально, в натуре. Ха! Ебать. По красоте, по красоте. Спасибо. Всех благ тебе. Хорошего настроя. Верных друзей. Сисястых подруг. Крепкого стояка. Всего хорошего, короче. Все, ребят. И всего того же желаю вам. И даже большего. Все, ребят. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»